А у вас есть какая-то своя любимая песня прямо на века, на времена, из всей вашей творческой биографии? У меня все песни. Ну, в основном все песни мои любимые. А я, знаете, почему-то помню вашу песню «Город». По-моему, Павел все ее написал. Такая она ритмичная. Да, но я не сказал, что она особая такая песня. Нормальная песня, профессиональная. Ну, как я ее слышу, я сразу вообще не знаю. Шлягер, запоминающийся. Написал ее профессиональный человек, Павел списал. Пишет такую настоящую профессиональную музыку. Вот. И я, когда ее записал на радио в Москве, я на нее, честно говоря, не обратил даже внимания. Я ее записал. Как проходной. Да, эфира и все, и забыл о ней. А зрители начали ее просить в концертах исполнять, потому что они слушали по радио. И начали в концерт, мне говорили, наш город, наш город. А я даже и не знал ее, у меня и арбранжировки не было, и слова я не помню, потому что по бумаге записывал. То есть я, в принципе, и не передал свое значение. А потом уже, когда Современ начал петь в концертах, оказал действительно достойное внимание. Я ее пою уже, можно сказать, уже 40 лет. И она, кажется, имеется в виду. Она до сих пор работает. Да, она работает и люди все удовольствие слушают. А татарская песня у вас есть любимая? Мне очень нравится ваше исполнение «Соловей». Ну, это, пожалуй, та песня, которую знают не только татары, но и все другие нации, и русские прекрасные. Они говорят, был, 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 был наш «Соловейской». Я стал верующим человеком на определенном этапе жизни. Прошел все стадии, начиная от атеиста комсомольца. Вот, и изменения, естественно, во мне внутри происходят изменения. И я рад, что пришел к этому. У вас в семье тоже все выстраивается строгого по мусульманским канонам? Да, мы стараемся наблюдать. У меня жена тоже верующая, она намаз читает. Мы были вместе с ней в хадже, в Меке были вместе с ней. Дети тоже, они же видят нас. Иногда стоят рядом со мной на молитву. У них есть маленькие коврики намазанные, небольшие детские. В Коране так сказано, изменись сам, изменится мир вокруг тебя. Ну, я считаю, что это татарстанцы, это казанцы, это счастливые люди. Во-первых, республика изменяется в лучшую сторону. Казань меняется, условия жизненные улучшаются, спортивные сооружения, дороги. И театры есть, прекрасные. Сюда сейчас народ уже стремится попасть на экскурсию. То есть, в этом плане Казань становится мягкой культурой. Хорошо бы еще здесь духовность поднять. Для этого, кстати, тоже все условия есть. Очень много мечетей в Казани. В Москве сложно, в Москве мало мечетей. На всю огромную Москву. Ну, на 20 миллионов животных лет. Приезжим 20 миллионов. Всего лишь там где-то 5 мечетей. Но это ничто. Ну, конечно. Поэтому, когда приходят люди на молитвы, они на улицах обращаются, на улицах молятся. Там собирается, допустим, 50 тысяч. Там по 100 тысяч собирается народ. Все на улицах. По любую погоду, подальше, по снегу. Это, конечно, очень неправильно. А в Казани все условия. В каждом районе, в каждом микрорайоне есть мечети. У вас есть друзья среди ваших коллег? Прямо друзья? Ну, чтобы прям каких-то очень близких. Нет почему? Потому что мы мало общаемся. У нас и Галифа – своя семья, своя жизнь. Мы, в общем-то, доволен так изогренно живем. Есть, с которыми я чаще встречаюсь в концертах. Мы как-то стараемся приглашать друг друга. Тут можно назвать Тамару Гварцителе, Феликса Церикати. Исполнители. Ну, композиторы – это Валей Кланов, Александр Пахматов, Андрея Андрея Дементьева. Ну, такие личности. Кстати, вот я книгу, которую я написал, Кирилл Иисов. Я написал книгу под названием «По море жизни». Первая часть. Она называется «На корабле и судьба», а третья – «Под парусом любви». В этой книге о лицензии написали как раз к первой части Александр Пахматов, Николай Доружанов написали лицензию, к первой части Андрей Дементьев, а к третьей части написал свои слова по пожеланию Раиду Ханюбин, «Мухтий наш». Я вам оставлю книгу свою, аудиокнигу, там больше 100 моих произведений, для аудиокниги, за 14 часов. Класс. Я сам написал, сам наговорил и включил эти произведения. Самые лучшие там были книги. И хотел бы сказать еще об одном моменте, который как бы вот сейчас новая идея, интерес которой вот я в год уже занимаюсь, со студией, мультипликационной студии, как я работал, который Даниил. Они сделали по моей просьбе мультфильм на мою песню. Песня называется «Домой». Домой? Да, «Домой». Песня написал в свое время, 30 лет назад. Там слова и музыка мои. Они сделали мультфильм, он сейчас уже готов, 4-х минутный такой мультфильм, который будет представлен в моей юбилейной программе, которая в Москве состоит 31 января в Кремле. И сейчас работаем дальше. Работаем над второй песней «Был-былом». Эта песня из моей вот как раз книги. Все песни взяты оттуда. И идея возникла сделать целый мюзикл. Музыкальный такой полнометражный, художественный мюзикл. Больфильм. Притом техника, пластилиновая техника. Никогда вообще не обладал качеством какого-то самовлюбленности. Счерславия же. У меня это представление полностью отсутствует. Об этом мне всегда и люди говорили. И мой преподаватель по вокалу в канцерватории, когда обучался, говорит, «Нету хорошего чувства чешеславия». «Это же неправильно. Надо же быть чешеславным, стремиться к чему». Потому что я всегда очень отношусь спокойно. Больше много находится в стене, не люблю смятиться. Больше получаю удовольствие, когда меньше привлекаю внимание. Но, к сожалению, моя профессия требует обратного. К сожалению, как говорит Федор Шаляпин. Кстати, там есть статья, посвященная Федору Шаляпину, Федору Ивановну Шаляпину. Он говорит, что скромность... Вот правильно. Прямой путь неизвестности. А вы знаете, в чем смысл жизни? Конечно. А я сейчас подписываю книжки «Совершенствовать свою душу». Только в этом.